Всем привет! Продолжаю рассказ о том, как выбрать скрипку и сейчас хочу рассказать о московской фабрике. Значит, в Москве была фабрика смычковых инструментов, которая много десятков лет выпускала скрипки, которые до сих пор встречаются в разных городах СНГ. Очень часто. Такие скрипки чаще всего попадаются в нерабочем состоянии, то есть они либо имеют какие-то недостатки, либо там нету струн, либо нету колков, там еще чего-то. Иногда бывает, что они выглядят как новые, а бывает, что выглядят как рабочие. Чаще всего эти скрипки, ими невозможно пользоваться, пока не сделаешь замену всех комплектующих. Это значит, что ставятся новые машинки, новые струны, новая подставка, покупается подбородник новый, и после этого на такой скрипке можно играть. Она есть шанс, что будет звучать лучше, чем новая китайская из магазина, потому что я сам лично такой опыт сделал. Я купил для ребенка одну четвертную скрипку, у которой не было струн, значит, туда сделали подставку, покупали машинки, струны, подбородник, все это установили, и такая скрипка звучала лучше, чем новая китайская из магазина, которой мы до этого пользовались. Вот. Ну, вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok